Сегодня ажиотаж вокруг Луны возобновился. Интерес подогрели новые открытия. Не так давно российский прибор Лэнд, установленный на американском космическом спутнике, показал, на Луне есть вода. Лэнд измерял поток нейтронов лунной поверхности. Поток нейтронов зависит от того, сколько там водорода. Вот буквально несколько процентов воды в грунте уже существенно меняют тот поток нейтронов, который выходит с поверхности. Это, конечно, не море льда, однако ученые уверяют, все равно удача. Наибольший запас воды в южном полушарии. Лунные полюса – это так, как мы говорим в кавычках, новая Луна. Вот это не те лунные районы, которые посещали в прошлом автоматические станции, пилотируемые аппараты в прошлом веке. Сейчас многие космические агентства вынашивают планы колонизации Луны. Это особенно было видно на недавней аэрокосмической выставке в Германии. Глобальное потепление – явный сигнал. Для человечества необходима запасная планета. В центре зала – огромная ледяная глыба, которая тает буквально на глазах посетителей. Своеобразный символ глобального потепления. Ну и, конечно, роботы для освоения других планет. В принципе, окинув одним взглядом всю экспозицию, можно сделать вывод, что для Европы Марс и Луна – приоритетные проекты. Lunar Lander – проект Европейского космического агентства. Старт в 2018 году. Пока полет без человека. Место посадки – там, где вода, южная полушария. Аппарат имеет специальное приспособление для того, чтобы брать пробы лунного грунта. Там есть камера. Она будет наблюдать и отправлять информацию на Землю. Главная миссия аппарата – отработка посадки и разведка. Необходимо точно знать содержание воды в лунном грунте. От этого будет зависеть место для строительства лунной базы. В будущем люди будут путешествовать в космос так же легко и просто, как сейчас летают на самолетах. Мы сможем в любое время, когда захотим посетить лунную базу. Запуск российского аппарата «Лунаглоб» планируется уже через три года. Следом полетит «Луна-ресурс». Первый аппарат «Лунаглоб» полетит в 2015 году. Он больше как демонстратор. Он должен продемонстрировать то, что мы умеем садиться на Луну, продемонстрировать технологии мягкой посадки. И уже в 2017 году на базе его будет сделан уже полноразмерный большой аппарат, который полетит туда, на Луну, с большим комплексом научной аппаратуры. Сегодня речь идет уже о постоянном присутствии человека на Луне. Первыми обитателями пока будут автоматы. А дальше — переселение человека. Скорее всего, лунная стройка будет международной. В немецком аэрокосмическом центре уже проявили интерес к российской лунной программе. Как мы знаем, Роскосмос готовится начать проект по масштабному изучению лунной поверхности. В Европе и Германии, в частности, очень интересно участие в этом перспективном проекте. Нет сомнений. Будущее человека — Луна. При глобальной катастрофе для нас она может стать вторым домом. На Луне можно размещать телескопы и непрерывно вести наблюдения. На Земле этому мешает атмосфера. А главное — на Луне неисчерпаемые ресурсы энергии.